Встречайте, Николай Аносов! Меня зовут Николай Аносов, мне 31 год. Я из Тульской области, город Венёв. То, чем я занимаюсь, называется калистоника. Начал я со стандартных тренировок. Я воркаутом занимался, паркуром занимался долго, и отжимался постоянно. Потом мне стало как-то всё это скучно, и я начал усложнять, больше и больше добавляя экстримов. Я могу использовать любые подручные средства для отжиманий, поставить на бутылку две тарелки, отжаться на них. Минус моих способностей в том, что частенько из дома пропадает кухонная посуда, так как я использую её в качестве реквизита. Поучаствуют в шоу «Удивительные люди». Это тоже возможность посоревноваться с лучшими из лучших, и это своего рода тоже мотивация для меня. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Рады приветствовать вас в этой студии. И нас действительно ожидает что-то близкое к невозможному. Вы обладаете фантастической способностью сохранять равновесие в любом положении, включая самое неудобное и невероятное. Как вы в себе это открыли? Обычные тренировки, и потом они стали скучными. То есть дальше затем начались уже тренировки необычные. Да. Это как-то помогает вам в обычной жизни? Ну, если только сохранять ход на кровь полное, каких-нибудь экстремальных ситуаций. Сможет ли человек отжаться на предметах, которые для этого, мягко говоря, не предназначены? Именно это мы узнаем прямо сейчас. На подиуме лежат различные предметы. Первое, что нужно сделать, поставить две бутылки горлышками на третью, стоящую на полу, и от этой конструкции отжаться, удерживая баланс. Сможем? Вау. Не, ну это нереально. О, да нет. Что это такое вообще-то? Ого. 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 Вау. Круто. Здесь, вы понимаете, какая нужна феерическая точность, чтобы вот эту букву «У» держать под таким углом, чтобы не только не развалилось, но еще и бутылки не разбились, потому что может же любая из них треснуть. Это раз, и может, если что-то пойдет не так, просто зубами войти в третью бутылку. Не дай бог. Не будете сейчас пробовать? Я знаю, вы любите. Женя, не надо. Все, пощупать, потрогать. Женя. Ну, Жень, пойдешь? Жень, окей. Давай, счастливо. Будут еще возможности. Можете меня подстраховать только, ладно? Да, да, да. А, умоляю, что тут отжиматься-то? Я брекеты поставил, не страшно, у меня там металл. Ладно, если в зубы. Жень. А как? Вот так? Не надо. А как вы их порвали? Ну, если у человека подвиг на уме, не будем отговаривать, хотя, конечно, боязно. Конечно. Жень. Да не надо, Женька. Не, сложно реально. Конечно, сложно. Для обычного человека это невозможно. У нас есть еще, как минимум, второй этап. Необходимо, поставив на баланс два молотка на горлышко бутылки, используя стабилизацию тела, от этой конструкции отжаться. То есть там было три бутылки, а тут две из них заменены молотками. Ой-ой-ой. Молотки тоже, как вы слышите, честные. Да нет. Да нет. Опасно довольно? Да нет. Довольно опасно. То есть он упадет на это? Да ну, ааааа. Аааа. Уау, это не то слово просто. Николай Аносов. Но есть еще и третий этап, дальнейшее усложнение. Нужно два гвоздя поставить на шляпку третьего и вот от этой конструкции отжаться. Неужели сможете? Сейчас исполним. Вот она, собственно, шляпка третьего и гвоздь вбит. Слава богу, в деревяшку. А вот эти острые. Блин. Аааа. Ааа. Ну, Николай, я вас умоляю. У всех нервы, у всех сердце. Спугалась. Николай Аносов. Это фантастика. Ааа. Дальше. Вот нечто подобное, это еще гораздо хуже. Четвертый этап. Это, мне кажется, предельное усложнение. Из положения лежа, оттолкнувшись от пола, закинуть вот тот предмет, который похож на обычную палку, он называется черенок в этом деле. Закинуть его на гвоздь и, удерживая баланс черенка с хвостем, от этой конструкции отжаться. Это, знаете, на словах вау, а как на самом деле? Это опасно. Вау. Не обещаю, что с первой попытки. А, а, всего одна будет попытка, у меня такое ощущение. Ой. И она же удачная... Николай Аносов. Нет, я понимаю, уникальная способность равновесия удерживать, эквилибр как таковой. Но тут же не только сила, тут и меткость. Тут фантастическая точность попадания нужна. Мы надеемся на этом все. Не надейтесь. Пятый этап. Опираясь на две бутылки руками и ногами, причем бутылки стоят горлышком в пол, нужно отжаться над вертикально стоящим ножом. Если кому желательно пощупать, насколько он остер, то мы можем и это проверить. А нож, естественно, будет установлен острием вверх. С самого начала. Пожалуй, у нас не было еще. Не было. Слушайте, ну может не надо, а? Ну он реально настоящий нож. Ну сейчас... Давайте не будем. Я бы не рисковал. Причем я бы уже давно не рисковал. Так, друзья. Кто знает молитвы, молитесь. Николай Аносов. Вольному воле спасенному рай. Три точки. Бутылки горлышками. Одни вниз, другие вверх. И держит в напряжении. КОНЕЦ. КОНЕЦ. КОНЕЦ.